Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня я вам расскажу об айфоне 10. Мы попробуем понять, кому же нужна данная модель. Я выскажу свое мнение насчет этого смартфона и наверняка оно вас удивит. Поэтому досмотрите этот ролик до конца. Но для начала прошу вас поддержать меня подпиской на канал. Спасибо. Телефон вышел в 2017 году вместе с айфоном 8 и 8 плюс и был первым смартфоном Apple в безрамочном формате. Диагональ дисплея составляет 5,8 дюймов, OLED Super Retina с потрясающей яркостью, контрастностью и детализацией. Устройство в руках ощущается очень премиально. Великолепная обработка материалов, закаленные стекла спереди и сзади. Соответственно, борт выполнен из хирургической стали. На момент выхода девайс вызвал фурор и даже на конец 2020 года в руках он выглядит просто потрясающе. К тому же очень компактен. Единственное, что в черном цвете телефон сильно заляпывается. Вот на свету можно видеть. Но благодаря хорошей олеофобке отпечатки легко стираются. Версия белого цвета не такая марка, однако ее внешний вид страдает из-за быстрого появления микроцарапин на серебристой стальной рамке. Что касается рамки, то темная версия здесь попрактичнее. Комплект поставки абсолютно стандартный и включает в себя наушники, переходник, кабель питания и блок зарядного устройства. Мой аппарат произведен в августе 2020 года. Является официально восстановленным компанией Apple с двухгодичной гарантией. На момент выхода модель стоила более 80 тысяч рублей с памятью 256 гигабайт. Сейчас его можно купить примерно за 42 тысячи рублей, но их практически не осталось в свободной доступности. В работе аппарат показывает себя с отличной стороны. Игры идут на максимальных настройках и будут идти еще долгое время. В интерфейсе также нет никаких проблем, все работает очень плавно. Приложение держит многозадачности отлично. Если 6s Plus с его двухъядерным процессором и двумя гигабайтами оперативки справлялся, кстати обзор есть на канале, в правом углу сейчас выскочит подсказка, то десятка с ее тремя гигабайтами оперативной памяти и шестиядерным процессором справляется на раз-два. Для примера давайте запустим несколько приложений и посмотрим, как он справляется в режиме многозадачности. Итак, первое приложение открываем, второе, третье. Открывает все, кстати, быстро, никаких притормаживаний я не наблюдаю. Так... Так, девятое приложение, открыли карты. Ну и давайте браузер сайта Apple откроем. Угу. Так, вот они, они все висят в фоне. И теперь посмотрим, перезагрузились ли они из памяти. Первая игра осталась в фоне. М-видео в фоне. Карты на месте. На месте. На месте. На месте. Документы на месте. YouTube на месте. Карты на месте. И сайт на месте. То есть все отлично держит в фоне. К этому нареканий не возникает. Переключение между приложениями также очень плавное. Все на достойном уровне. Смартфон напичкан различными функциями, которых нет у более дешевых конкурентов. Например, защита от воды и пыли по стандарту IP67. Функция беспроводной зарядки. Отличного качества стереодинамики. Давайте, кстати, оценим их качество. Очень классный эффект стерео. По фото и видео возможностям. Телефон дает фору многим конкурентам на андроиде. В особенности по качеству записи видео. Максимальное разрешение составляет 4К в 60 кадров в секунду. С оптической стабилизацией изображения. Я не говорю, что его конкуренты за те же деньги пишут видео погано. Нет. Если по качеству фото айфон может проигрывать, то по видеозаписи смартфон на шаг впереди. По итогу, друзья, телефон отличный. По моему мнению, десятка нужна тому, кто требует от смартфона больше обычного. Кому нужна достойного уровня камера, премиальность материалов, длительная поддержка. Еще как минимум 2 обновления системы, я думаю, он получит точно. Стереодинамики, влагозащита, NFC, отличного качества экран. Но лично я не могу им пользоваться. Почему, спросите вы. К сожалению, я отношусь к той редкой категории людей, у которых от OLED-экраны начинают болеть глаза. Если вкратце, друзьям, существуют два основные вида экранов. IPS и OLED, ну или AMOLED. Так вот, OLED-матрицы обладают так называемым шимом, широтно-импульсной модуляцией. Данный тип экранов, особенно при низкой яркости, как правило ниже 50%, начинает пульсировать. Человеческий глаз этого не видит. Но через объектив камеры мы с вами можем видеть некие полосы. Сейчас, друзья, я попытаюсь вам это продемонстрировать. Как правило, это заметно на белом фоне. Я выключу свет. Значит, смотрите, при высокой яркости, и как правило яркости выше 50%, модуляция минимальна. Как только мы понижаем яркость ниже 50%, видим, что на белом фоне появляются некие полосы. Если я сделаю минимальное, вот вам, наверное, видно, что полосы идут сверху вниз. Это как раз таки и есть так называемый шим. Чувствительные глаза могут на это негативно реагировать, мои в том числе. Именно поэтому я поклонник IPS-матриц. При всей совокупности факторов девайс просто отличный. Но лично для меня один минус перечеркивает все его плюсы. Его наследник iPhone XS является немного улучшенной моделью в плане железа и незначительно превосходит в камере. Можно также присмотреться к нему, если аппарат вас впечатлил. Но перед покупкой все же рекомендую посмотреть в магазине на такой тип матриц. Хотя бы 20 минут покрутить его перед глазами на яркости ниже 50% и понять, как откликаются ваши глаза на этот экран. Огромное спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, берегите себя и пока!